Несмотря на неоспоримое удобство работы приемника АП-027 в режиме трасса поиска, прибор создавался в первую очередь как течи искатель. Для поиска утечек применяют приемник АП-027 в комплекте с акустическим датчиком и наушниками. Предварительно желательно максимально точно провести трассировку трубопровода и перекрытием задвижек определить участок, где находится дефект. Желательно перед поиском утечки поставить датчик на трубу и услышать утечку, чтобы потом, находясь на поверхности земли, найти такой же звук. Сымитировать шум утечки мы можем, включив обычный кран. Выливающаяся вода создает монотонный постоянный шум, который мы и должны услышать. При включении прибора с подключенным акустическим датчиком выбираем режим поиска утечки. Шкала сигнала в приборе имеет два уровня. Темный – постоянный сигнал, полезный, и всплески. Шаги, машины, порывы ветра и так далее – бесполезный сигнал. В наушнике прибор выводит именно полезный сигнал. Переключая режим индикации, мы можем увидеть спектрограмму и уже на ней определить спектральный диапазон нашей утечки, чтобы потом включить фильтр и отсеять посторонние звуки на других частотах. Итак, мы определили участок, где есть утечка. Услышали, как она должна звучать. Теперь мы должны встать точно над трубой и методично, шаг за шагом, прослушать весь участок. Для того, чтобы потом можно было сравнить измеренные значения полезного сигнала, в приемнике есть функция запоминания значения. Как правило, услышать утечку удается уже в тот момент, когда оператор находится над ней. Тем не менее, пройдя весь участок, можно просмотреть запомненные значения полезного сигнала и по максимальному уровню определить местонахождение утечки. Продолжение следует...